Здравствуйте, меня зовут Ястреба Сергей, сегодня мы разбираем задачу по системному дизайну Dropbox. Давайте разберем систему файлового хостинга, такую как Dropbox или Google Drive. Это облачное хранилище, которое позволяет хранить какие-то файлы на зеленом сервере. Обычно этот сервер обслуживается пофисковщиками облачных хранилищ и предоставляет поисклю доступ по сети, либо по локальному, либо через интернет. Поиски, как по правилу, платят за хранилище измеченно. Сложность данной задачи является средней и похожими сервисами будет OneDrive, Яндекс.Диск, либо Google Drive. Для чего нужны облачные хранилища? Облачные хранилища стали очень популярны в последнее время, поскольку они упрощают доступ к данным с нескольких устройств, переход к использованию нескольких устройств с различной архитектурой, плюс различные распределённые географически стали основным толчком к развитию данной технологии. Давайте посмотрим на преимущества таких облачных хранилищ. Во-первых, это доступность. Облачные хранилища стремятся обеспечить доступность данных в любом месте, в любое время. Благодаря этому пользователи могут получить доступ к своим данным с любого устройства и практически при любом качестве сети. Надёжность. То есть, ещё одним преимуществом облачных хранилища – сервис технодёжность. Хранилища гарантирует, что пользователи никогда не потеряют свои данные, сохраняя эти данные, нанесет копии хранилища расположенных на разных серверах. И третий пункт – это масштабирование. То есть, пользователю никогда не предстоит беспокоиться о том, что у него закончится место, в палочных хранилищах пользователю предоставляется неограниченный объём данных до тех пор, пока он, собственно, за этот объём готов платить. Если никогда не пользовались такими хранилищами, то попробуйте завести аккаунт либо на Dropbox, либо на Яндекс.Диске. Как правило, такие сервисы могут предоставлять маленький объём данных бесплатно. Давайте теперь поговорим о требованиях к системе. При решении задач к системному дизайну необходимо учитывать требования к системе в начале собеседования. Необходимо обязательно уточнять вопросы касательно требований к различным аспектам системы, то есть к опи-методам, либо к тому, какая у нас будет нагрузка. Эти все вопросы надо уточнять у собеседующего и никогда не делать каких-то поспешных предположений. Верхний уровень и требования к нашей системе будут следующие. То есть, пользователи должны иметь возможность загружать либо скачивать файлы с любого устройства. Пользователь должен иметь возможность обмениваться файлами и папками с другими пользователями. Сервис должен поддерживать автоматическую синхронизацию. Если файлы обновились на одном устройстве, то они автоматически должны обновиться на всех устройствах. Система должна поддерживать хранение больших файлов до 1 гигабайта. Система должна поддерживать ACID, то есть атомарность, согласованность, изолированность и устойчивость для всех операций между файлами. И система должна поддерживать оффлайн-режим, то есть пользователь должен иметь возможность удалять, добавлять или изменять файлы в офлайне, как только он входит в сеть, сетьми не должны синхронизироваться с другими устройствами и хранилищами. Помимо этого, у нас есть требования, связанные с тем, что система должна поддерживать версионирование, чтобы пользователь мог вернуться к любой версии файлов. Давайте теперь посмотрим на некоторые дизайнерские основные системы. Мы должны ожидать очень большой объем чтения и записи. Ожидается, что соотношение записи и чтения будет приблизительно одинаковое. Внутри файла могут храниться небольшими частями, либо фрагментами, например, по 4 мегабайта. Это может обеспечить много преимуществ. Например, не надо будет хранить дублирующие фрагменты, и плюс мы можем также передавать по сети только те фрагменты, которые изменились. Мы можем уменьшить объем трафика, передать столько изменившихся фрагментов. Удаляя повторяющиеся фрагменты, мы также можем сэкономить место на диске и трафик. Сохранять метаданные локально на клиентах мы можем, собственно, сократить эти время на получение метаданных при обращении с каждым файлом, либо при изменении, поскольку можем рассчитывать DIF и, соответственно, получать только изменившиеся данные. И для небольших изменений, то, что я уже сказал, клиент может считать только DIF на основании метаданных и запрашивать только те фрагменты, которые действительно изменились. Давайте теперь поговорим о параметрах нашего сервера. Предположим, что у нас будет 500 миллионов пользователей, при этом у нас будет 100 миллионов активных пользователей ежедневно, то есть DAO. Предположим, что каждый пользователь в среднем будет иметь по 3 устройства. В среднем у каждого пользователя будет приблизительно 200 файлов либо фотографий. И, соответственно, у нас будет приблизительно 100 миллиардов общих файлов, то есть файлы, которые используются двумя и более пользователями. Предположим, что средний размер файла будет составлять 100 килобайт, и это нам даст приблизительно 100 петабайт необходимых данных для того, чтобы все это дело хранить. Предположим также, что у нас будет миллион активных соединений в каждую минуту Посмотрим теперь высокого уровня на дизайн нашей системы То есть поиски будут указывать в качестве рабочей области какую-то папку Любые файлы и папки, перемещенные в эту папку, будут загружаться в облако И всякий раз, когда поиски будут либо менять, либо удалять То он также будет отправлять данные об этих изменениях в облако Поиски могут указать аналогичное рабочее пространство на других своих устройствах И любая модификация сделана на одном устройстве будет автоматически распространена на все другие устройства Чтобы иметь одинаковые рабочие копии На высоком уровне надо хранить файлы и метаданные Такие как имя файла, размер, каталог и прочее Также надо хранить с кем этот файл совместно пользуется Таким образом нам нужно несколько серверов, которые могут помочь клиенту загружать и скачивать файлы в облачное хранилище А также несколько серверов, которые могут обеспечить обмен метаданных о файлах и пользователях Нам также нужно будет какой-то механизм, чтобы уведомлять пользователи всякий раз, когда происходит обновление файлов Чтобы они могли синхронизировать между различными устройствами Как показано на рисунке ниже, блочный сервер будет работать с клиентами для загрузки и скачивать файлов А сервер метаданных будет обновлять файлы, хранить их, соответственно, либо в базе SQL, либо в NoSQL Сервера синхронизации будут обрабатывать рабочий процесс уведомления всех клиентов о различных изменениях в собственных файлах И помогать им обновить все части файлов, которые изменятся по сравнению с облачным хранилищем Давайте поговорим о дизайне различных компонентов пошагово, начнем с клиента Клиентское приложение будет отслеживать рабочую область на компьютере пользователя, синхронизировать все файлы и папки в ней с удаленным сервером Клиенты также будут взаимодействовать с службой удаленной синхронизации для обработки любых обновлений метаданных файлов, например, изменений имени файлов, размеров, дата модификации и так далее Давайте посмотрим на некоторые основные операции, которые будут делать клиенты Во-первых, это загружать и скачать файлы, обнаружить изменения файлов в рабочей области и обрабатывать конфликты с изменением файлов в облачном хранилище после автономной работы То есть если несколько пользователей одновременно изменили файлы и при этом они находились оффлайн, а после этого вошли онлайн, то может возникнуть конфликт и надо будет это как-то разрушить либо автоматически, либо с оповещением пользователя Как мы можем эффективно обрабатывать передачу данных? Как мы уже ранее упоминали, мы можем разделить каждый файл на более мелкие фрагменты, так что мы будем передавать только те фрагменты, которые были изменены, а не весь файл То есть допустим мы разделим файл на блоке размером 4 мегабайта, мы можем также статически рассчитать какой будет размер оптимального, возможно 4 мегабайта, а какой другой Можем для этого учитывать параметры тех устройств, которые мы будем использовать для хранения данных То есть во-первых, какой размер фрагментов используется для хранения данных на этих устройствах И собственно какой размер лучше использовать, чтобы уменьшить количество операций ввода-вывода Также мы можем учитывать пропускную способность сети и средний размер наших файлов и хранилищ На наших метаданах мы будем учитывать как сами файлы, так и соответствующие фрагменты То есть допустим на один файл может быть несколько фрагментов И в дальнейшем у нас будет отдельная служба, чтобы из фрагментов собирать файл Должны ли мы хранить копии метаданных на клиентах? Как мы уже обсуждали, если мы будем хранить копии метаданных на клиентах, то это нам позволит, во-первых, работать автономно Во-вторых, сэкономит много отправок данных туда и обратно, поскольку нам надо будет запрашивать данные только если Если пришло оповещение об изменении, либо если мы изменили что-то локально Как, собственно, клиенты могут эффективно узнавать об обновлении других клиентов? Одним из решений может быть то, что клиенты будут периодически проверять обновление следа на сервере Проблема в таком подходе будет заключаться в том, что мы будем делать задержку отображения изменений Локально, поскольку клиенты будут периодически проверять наличие изменений по сравнению с обновлением сервера каждый раз Сказать изменения случились, то есть если клиент будет часто проверять сервер на наличие изменений, он не только потратится в пустую, собственно, запросы Но также будет нагружать сервер, особенно если никаких данных на сервере не поменялось Получение, опять же, обновления таким способом, оно не очень хорошо масштабируется Мы можем применить другое решение, то есть для решения вышеуказанной проблемы можем использовать длинные запросы При длинном запросе клиент будет запрашивать информацию сервера в расчете на то, что сервер не отвечает сразу Если на сервере нет новых данных, то он держит клиент Как только данные появились, он оповещает клиента и клиент, соответственно, устанавливает новое соединение Из высшей изложенной соображения можем разделить клиента на 4 следующие части То есть на 2 следующие части Можем разделить клиента на 4 следующие части Внутренняя база метаданных отслеживает все файлы, фрагменты, их версии и расположение в файловой системе Фрагментатор будет разбивать файлы на более мелкие части, называемые фрагменты Он также будет отвечать за восстановление файлов из фрагментов Наш алгоритм разбиения будет обнаруживать части файлов, которые были изменены пользователям И передавать только эти части в хранилище Это же сэкономит нам как сеть, так и, собственно, время на синхронизацию Наблюдатель будет следить за локальными папками в рабочей области И уведомляет индексатор о любых действиях, выполняемых пользователям Например, когда пользователь создает удалять либо обновляет файлы и папки Наблюдатель также будет прослушать любые изменения, происходящие на другие клиенты Которые транслируются в службы синхронизации И последний компонент Это индексатор будет обрабатывать события, получаемые от наблюдателя И обновляет внутреннюю базу метаданных от фрагментов изменяемых файлов Как только фрагмент успешно отправлен и скачен Индексатор свяжется с службой удаленной синхронизации Чтобы передать данные об изменении других клиентов И обновить удаленную базу метаданных То есть на этой схеме видно, что у нас есть клиент У него есть четыре компонента, есть, соответственно, два хранилища Это хранилище непосредственно блока файлов и хранилище метаданных Как клиенты должны обращаться с медленным сервером? То есть если у нас есть на сервере большая нагрузка Либо сервер медленно отвечает, либо у нас плохое соединение То клиенты должны потенциально увеличивать тайм-аут между попытками запросов Так, чтобы это, собственно, снизило нагрузку на сервер То есть если какой-то сервер начал отвечать медленно Либо совсем упал То клиенты должны экспонциально увеличивать тайм-аут, чтобы Когда сервер, собственно, придет в норму Мы его опять не повалили в большом количестве запросов Следующий вопрос, который может возникнуть Должны ли мобильные клиенты немедленно синхронизировать изменения? То есть в отличие от настольных компьютеров, которые Обычно регулярно проверяют изменения файлов Мобильные клиенты обычно сориентируют по требованию Чтобы сэкономить корпусную способность и пространство на самих клиентах Это, опять же, может быть продакционно тем требованием Что у нас дистопный компьютер имеет хороший интернет Либо по сети, либо по Wi-Fi Мобильные же клиенты могут, соответственно, общаться Либо по Wi-Fi, либо по непосредственно телефонной сети Соответственно, мы можем смотреть не только на тип клиента Но и смотреть на либо тип сети, либо на корпусную способность сети И уже от этого принимать решение о том Как часто мы будем, собственно, и по каким способам Будем синхронизировать данные и метаданные Следующий компонент — это база метаданных База метаданных отвечает за управление версиями метаданных О файлах и блоках, пользователях и рабочих пространствах База метаданных может быть реализована как на реализационной базе данных Такой как MySQL, либо на нереализационной базе данных То есть MySQL, такой как DynamoDB Независимо от типа базы данных Служба синхронизации должна быть в состоянии Беспечить согласованность предоставляемых файлов Используя базу данных Особенно если несколько пользователей работают с одним и тем же файлом Поскольку у нас NoSQL баз данных не поддерживает ACID в пользу масштабиромости Нам необходимо включить поддержку ACID в программную логику нашей службы синхронизации В случае, если мы выберем этот тип баз данных Однако использование реализационной базы данных, с другой стороны, может упростить нам реализацию службы синхронизации Поскольку она изначально будет поддерживать ACID База метаданных должны будет хранить информацию о следующих объектах То есть, во-первых, это информация о фрагментах, о файлах, о поисках, устройствах и рабочих пространствах Следующий компонент, который мы будем рассматривать, это служба синхронизации Служба синхронизации – это компонент, который обрабатывает обновления файлов, сделанных клиентом И применяет эти сменения к другим клиентам Он также синхронизирует локальные базы данных клиентов с информацией, хранящейся в удаленной базе метаданных Служба синхронизации является наиболее важным компонентом архитектуры нашей системы Именно критичным компонентом, поскольку она управляет как синхронизацией метаданных, так и, собственно, синхронизацией файлов Клиенты взаимодействуют с службой синхронизации либо для получения обновлений из хранилища, либо для отправки файлов и обновлений из хранилища для других пользователей. Клиент, находящийся в режиме в течение определенного периода, он будет первым делом опрашивать службу на предмет обновлений, и только после этого отправлять обновления в хранилище. Когда служба синхронизации будет получать запрос на обновление, она будет отправлять согласованность с базой метадантов, и только после этого выполняет само обновление. Затем всем подписчикам и пользователям после обновления будет отправляться уведомление о том, что какие-то файлы или метаданные обновились. Служба синхронизации должна быть проектирована таким образом, чтобы передавать меньше данных между клиентами и облачным хранилищем для достижения лучшего времени отклика. Для достижения этой цели мы можем использовать алгоритм дифференцирования, чтобы уменьшить объем данных, который необходимо синхронизировать. Вместо передачи целых фрагментов файлов с клиента и наоборот, мы можем просто передать разницу между двумя версиями. Поэтому изначально мы будем считать какой-то хэш и потом передавать сами данные. Как описано выше, мы будем использовать блоки размером 4 мегабайта и передавать только измененные блоки. Сервери и клиенты могут вычислять какой-то хэш, например, SHA-256. После отправлять эти данные, сравнивать, если хэши разные на сервере и клиенте, тоже передавать только те фрагменты, которые изменились. Мы обсудим подробнее этот механизм, когда будем говорить про дедупликацию. Чтобы обеспечить эффективность и масштабированность сервиса синхронизации, мы можем рассмотреть возможность использования промежуточного ПО, связанные между клиентом и службой синхронизации. Промежуточное ПО обмена сообщениями должно обеспечить масштабированность очереди сообщений и уведомления об изменении для поддержки большего числа клиентов, используя стратегию либо push, либо pull. Таким образом, несколько экземпляров службы синхронизации могут получать запросы из глобальной очереди запросов, а промежуточное ПО сможет сбалансировать нагрузку между ними. Давайте теперь поговорим об этой службе очереди сообщений. Важной частью нашей схемы является промежуточное ПО для обмена сообщениями, которое должно способствовать обработке значительного количества запросов. Масштабируемость службы очереди сообщений, поддерживающей асинхронную связь на основании сообщений между клиентом и экземплярами службы синхронизации, лучшим образом соответственно истребованию нашей системы. Служба очереди поддерживает асинхронную и слабо связанную связь на основании сообщений между распределенными компонентами системы. И, соответственно, служба очереди сообщений должна быть способна эффективно хранить любое количество сообщений в высокодоступной и надежной масштабированной очереди. В нашей системе будет реализовано два типа очереди сообщений. Во-первых, очередь запросов для глобального очереди от всех клиентов к нашим службам синхронизации. И вторая, соответственно, это очередь ответов, которая будет отвечать за заставку сообщений об обновлении каждому клиенту. Поскольку сообщение будет удаляться из очереди после получения клиентом, нам надо будет создавать несколько отдельных очередей для каждого клиента, чтобы поддержать возможность работы клиентов оффлайн. Соответственно, для каждого клиента будет отдельная очередь входящих сообщений и отдельная очередь входящих сообщений. В одну сторону будут отправлять запросы при обновлении файлов у себя локально в службе синхронизации, в другую очередь будет получать обновление и уведомления от службы синхронизации и передавать их обратно каждому клиенту. Как только он будет онлайн, сообщение будет отправляться и удаляться с очереди. Пока клиент будет офлайн, сообщение будет находиться в очереди. Следующее, о чем нам стоит поговорить, это хранилище блоков. Площное хранилище будет хранить аллогменты, загруженные пользователем. Клиент, например, будет взаимодействовать с хранилищем, чтобы отправить или получить какой-то конкретный объект, то есть именно фрагмент. Определение метаданных от хранилища позволит нам устроить любое хранилище как в облаке, так и внутри локальной сети. То есть метаданные, как мы уже говорили, можем хранить либо в SQL решении, то же самое хранилище файлов у нас может быть как где-то в облаке, либо на каком-то физической машине, в каком-то сервере, либо в локальной сети, либо где-то на удаленном сервере. Давайте теперь поговорим о высокоуровневом процессе обработки файлов. В приведенных ниже последовательствах будет показано взаимодействие между компонентами приложений и сценарием, когда клиент A обновляет файл, который совместно использует клиентами, а также B и C, поэтому они также должны получить обновления. Если клиенты были не подключены к сети во время обновлений, то служба очереди сохранит уведомления об обновлении в поддельную очередь для каждого клиента, и как только они станут подключенными, то они получат это уведомление, запросят метаданные, определят, соответственно, директ тех фрагментов, которые им надо спросить, и запросят только те фрагменты, которые действительно изменились. Выглядит это будет следующий образ. То есть у нас клиент A загружает фрагменты данных в облачных хранилища, клиент A обновляет метаданные и фиксирует изменения, то есть клиент A получает подтверждение, и, соответственно, клиенты B и C получают уведомления через очередь о службе синхронизации. Как только клиенты B и C вошли в сеть, они получают метаданные, сравнивают дифф и получают, собственно, сами файлы. Давайте теперь немного остановимся на дедупликации. Дедупликация данных – это элемент, используемый для устранения дупликатов данных для улучшения, использования хранилища. Он также может, собственно, применяться к сценарию передачи данных, чтобы уменьшить количество байт, которые необходимо передать по сети. Для каждого входящего блока можем вычислить его хэш и сравнить этот хэш со всеми хэшами, которые существуют в нашем хранилище, чтобы убедиться, есть ли этот блок уже в нашем хранилище, либо надо добавить. Мы можем реализовать два сценария дедупликации. То есть, во-первых, это пост-дедупликация. При пост-дупликации нового фрагмента сначала сохраняется на диск, а затем некий процесс анализирует данные в поиске дупликатов. Преимущество заключается в том, что клиентам не нужно ждать завершения вычисления хэшей и поиска дупликатов в нашей базе, что гарантирует отсутствие снижения производительности. Однако недостатками такого подхода будет заключаться то, что мы будем без необходимости хранить дубликаты данных, хотя и на короткое время, и плюс дубликаты данных будут передаваться по сети. Хотя, если бы мы этого не делали, мы могли бы просто передать хэш, понять, что в хранилище вот такой фрагмент есть, и его не передавать. Другим подходом будет, соответственно, встроена дедупликация. Вычисляя хэш для дедупликации, мы можем выполнить в режиме реального времени. Если наш сервер определяет фрагмент, который уже сохранен, в метаданных будет добавлен только ссылка на этот фрагмент, а, собственно, полная копия не будет передана. Такой подход до основного оптимального использования как пространства на диске, так и сети. Давайте теперь поговорим о том, как нам разделить наши метаданные. Чтобы масштабировать базу метаданных, нам нужно разбить ее на несколько разделов. Чтобы она могла хранить информацию о миллионах пользователей и миллиардах фрагментов, нам нужно придумать схему шардирования, которая могла разделить, собственно, эти данные на несколько баз данных, на несколько серверов. Давайте посмотрим на первый вариант, соответственно, вертикальное шардирование. Мы можем разбить нашу базу данных на основании того, к каким функциям это относится. То есть, например, мы можем хранить связанные с пользователем таблицы на одной базе данных на одном сервере, а данные связанные с фрагментами и файлами на другой базе данных. Хотя этот подход простой реализации, он имеет несколько проблем. То есть, во-первых, будет ли у нас еще проблема с масштабированием, что делать, если у нас триллионы блоков для хранения, и наши баз данных не может поддержать такое огромное количество записей, и как мы далее будем разделять таблицы. Вторая проблема – это объединение двух таблиц отдельных может привести к проблемам с производительностью, и, соответственно, возникает вопрос, как часто мы будем объединять таблицы после файлов. Другой вариант шартирования будет заключаться на основании диапазонов. То есть, то есть, если мы будем хранить файлы-фрагменты на основании разделов по первой букве их пути, то есть, предположим, что файлы, которые начинаются с буквы A, будут храниться в одном разделе, файлы, которые начинаются с буквы B, будут храниться в другом разделе. Этот подход называется шартирование на основании диапазонов. Мы также можем объединить некоторые редко используемые диапазоны. Мы должны заранее придумать статическую схему, чтобы можно было однозначно добавлять и, собственно, искать файлы. Основная проблема такого подхода заключается в том, что он может провести к несполницированию сервера, например, если мы решим изначально хранить все файлы, начиная с буквы E в одном разделе, а позже поймем, что у нас таких файлов слишком много, то нам придется как-то либо перебалансировать, либо как-то дополнительно разделять файлы, которые начинаются с буквы E по второй букве, что также может быть проблематично. Третий подход, который мы можем использовать, это шардинирование на основании хэшей. В этом подходе берется хэш, который можно найти из нашего объекта, собственно, поэтому хэшу определить раздел базы данных, в котором будем хранить его, и, собственно, там его сохранить. В нашем случае для файлов или фрагментов можем взять файл ID объекта файл, который нам надо сохранить, определить раздел, в котором будем его хранить, и там сохранить наш файл. Наша функция хэширования будет случайным образом распределять объекты по различным разделам, например, наша функция может брать на основании хэша число от 1 до 256, и это, собственно, будет наш раздел, в котором будем хранить данные. Этот подход несовершенно также может привести к разбалансировке, однако можем решить его, используем последовательное хэширование, подробнее об этом вы можете посмотреть либо в первом видео, либо посмотреть наши предыдущие разборы, там мы тоже обсуждали данный вопрос. Следующий момент, о котором нам стоит поговорить, это кэширование. Мы можем иметь два вида кэшей в нашей системе, чтобы иметь дело с горячими файлами и блоками, мы можем ввести, соответственно, хэш для блоков, можем использовать какое-то готовое решение, например, memcash, который может хранить целые куски и соответствующие им идентификаторы, либо хэши в блочном сервере перед тем, как он, собственно, будет управляться к данным, то есть перед тем, как обращаться в хранилище блоков, сервер может проверить, если данный кусок есть в хэше, то ничего не делать, если нет, соответственно, то его обновить. Основываясь на шаблоне использования клиентов, мы можем определить, сколько нам нужно серверов, то есть если предположить, что сервер у нас будет иметь по 144 гб памяти, то для 2-1 сервера у нас может хранить 36 тысяч фрагментов убедительно. Какая при этом политика вытеснения кэша нам потребуется, то есть если кэш у нас заполнен, нам надо какой-то фрагмент выкинуть, как обычно, наиболее подходящим вариантом будет политика LRU, то есть мы сможем выкидывать наиболее давно используемые фрагменты, так как в данный момент они уже не будут являться горячими, и вытеснять фрагментами, которые используются недавно, либо чаще. Аналогичным образом мы также можем добавить кэш для наших метод-дан. Давайте поговорим о балансировке нагрузки. Мы можем добавить балансировщик между клиентом, соответственно, блочным сервером и клиентом сервера метод-дан. Первоначально мы можем использовать простой раунд-робин, данный подход, он просто реализация не требует дополнительных расходов. Еще одним преимуществом будет заключаться в том, что если сервер совсем умер, то балансировщик сможет выкинуть его из ротации раунд-робера. Проблема раунд-робина заключается в том, что он не учитывает нагрузку на сервер. То есть если какой-то сервер будет перегружен, либо работает медленно, либо, соответственно, у него будет разная помощь сервера, то мы все равно будем продолжать отправлять на них запрос. Мы можем, соответственно, подключить более интеллектуальную систему балансировки, которая будет периодически опрашивать сервера, на предмет того, насколько они загружены. И на основании этого как-то балансировать трафик. Можете также посмотреть либо первое видео, либо предыдущие разборы, там чуть подробнее рассказываем о балансировке именно с тем, когда у нас разные сервера, либо разная загруженность. Последнее, о чем нам стоит затронуть, это безопасность разрешения и общий доступ к файлам. Одной из основных проблем, которая сталкивалась в поиске при, соответственно, использовании облачных хранилищ, является конфиденциальность и безопасность этих данных. В нашем случае это особенная проблема, потому что наша тема предполагает, что поиски могут делиться своими файлами с другими поисками, либо делать их файлы общедоступными, чтобы поделиться ими со всеми. Чтобы справиться с этим, будем хранить разрешение каждого файла в нашей базе данных и метаданных, чтобы опросить, то какие файлы видны, либо могут быть использованы другими поисками. В заключении необходимо помнить то, что мы поговорили только об основных вещах, во время интервью вам может понадобиться укубить какую-то часть системы для более детального разбора, либо у вас будут другие условия. Главное не забывать основные шаги, то есть это понимать проблему, не надо делать предположения, надо задавать уточняющие вопросы, это различные требования к системе и по нагрузке. Необходимо делать набросы дизайна, определиться со своими блоками, далее уточнить то, какие объекты будут в системе, уточнить взаимодействие между ними, определиться с моделями данных, набразать высокоуровневый дизайн системы, далее подумать насчет узких мест, то есть подумать о фундаментальных принципах, которые мы разбирали в первом видео, определить узкие места и подумать, какие варианты их решения могут быть, либо пообщаться то же самое с интервьюером, возможно у него есть какое-то свое представление, подспрашивать вопросы, какие-то дополнительно уточняющие, либо обсудить, возможно, какой-то момент, который является узким местом, для него считается нормальным, он хочет детально разобрать другой момент. Вот, все это надо обсуждать и, в общем-то, детальнее и подробнее раскрывать именно те шаги, которые от вас ждут. На этом все, не забывайте лайкать, ставить ваши комментарии, подписываться на наш канал, чтобы не пропустить дальнейшие разборы по системному дизайну, а также посмотрите предыдущее видео, чтобы детальнее углубиться в некоторый момент, который вы нас видели в этом видео, и посмотрите первое видео, чтобы в целом представлять детальнее о системном дизайне и о том, какие концепции в нем используются.